не знаю как начать беседу нашу просто за последние вот почему решил вообще как бы пообщаться за последние несколько буквально месяцев ну моей по крайней мере жизни событий столько произошло именно касающихся веры вот то есть как я вообще сознательно к вере пришел так крестили меня где-то четыре с половиной года да ну тоже как бы спрашивали все но уже как бы сознательно где-то 15 лет я пришел в церковь вот начал уже с верой интересоваться вот и в этот период познакомились вот с священником с одним отцом владимиром у нас здесь служит недалеко вот как бы все нормально общались вот последнее время он стал буквально на себя не похож вот я пытался с ним как-то заговорите на тему того что происходит сейчас конкретно русско-православной церкви вот эти события в гаване с поездкой туда я не знаю язык не поворачивается его назвать ну ладно пусть он будет патриархом пока кирилл вот то есть он это все сводит на такой уровень что ничего страшного не произошло это чисто политические какие-то движения вот я говорю очень ну вы посмотрите что вообще происходит вот они лапы завица новым братом называют декларацию или вы почитаете по внимательней которые там заключили соглашение 30 пунктные нет все нормально типа все нормально я не знаю то ли он боится место как бы работа потерять то лишь я не знаю вообще но что иначе конечно боится чего еще человек боятся сегодняшнему человеку мы пригрелись мы сидим на диванах перед телевизором так вот у меня чувство как бы как сказать правильно его обозначить что вот эти все вещи приготовительные которые сейчас начинаются и связи с этим волчим собора 8 и вообще в мире они как-то идут не даже лавинообразно а как-то скачка образно то есть это лавины как волна нахлёстывает и как-то все вот это намеренно ускоряется то есть ну понятно кем это подталкивается вот я буквально вот недавно то бишь сегодня я с работой я работаю так ну просто как бы для справки на кислородной станции вот у меня график такой два через два в день 12 потом ночь вот завтра 12 вот сегодня был у нас день вот и меня в отдел кадров пригласили вот и говорит вот напиши ему заявление там на отпуск ты вот такую бумажку подписывал вот этот сбор не видно насвечивают почему-то согласие на обработку персональных данных в общем это как вот тут ничего такого нет а вот в приложении я ознакомлен там расписано что это то есть эти персональные данные могут передаваться третьим лицам вообще не имеющим отношения к моему предприятию вообще никакого и лукаво как бы снизу написано что согласие вступая в силу со дня подписания действия течение определенного срока согласие может быть отозвано мною в любое время на основании его письменного заявления но это ложь потому что нельзя как воду допустим вылить в реку там или куда-то а потом ее же забрать как вот из мультик то был советский золотая антилопа монетки высыпал раджа это как мы сейчас теперь отличим твои от моих вот тоже самое эти данные уйдут непонятно куда непонятно кому то есть мы то знаем примерно кому ну то есть они уйдут за ту грань которая смогу контролировать когда если кто-то допустим да захочет их отозвать забрать назад это будет просто нереально все вот но я как бы так вот повалился господу думаю господи пусть вот твоя воля будет вот не буду я это все подписывать а там пусть они сами решают хотя как бы собрать трудовой кодекс то теоретически они как бы не имеют права меня увольнять потому что все-таки добровольное согласие мы посмотрим как там их бесы начнут крутить вот не ну там закон надо исследовать и поставить тоже противовес потому что закон сейчас запрещает от персональных данных то есть без личного разрешения это надо закон просто почитать повнимательнее статьи есть такие как бы просто был такой жест что она вот не подсовывает кадровичка это заявление на отпуск вот тут я в отказ иду по этим персональным данным он так и сразу хоп отпуск назад но я буду генеральном разговоре разговаривайте пожалуйста делать все ушел спокойно я поэтому получу думаю еще сколько лет шесть назад когда только начинали вот внедрять уек тогда уже как бы шесть не четыре года на двенадцатом году в одиннадцатом вот но и мы с семьей и от близких тоже как бы ездили они там пункт какой-то я не знаю вот они писали все заявления о том что но отказ такая форма специальный отказ от универсальной электронной карты я считаю я считаю мы должны любыми путями да вот сейчас уже просто тренироваться на этом вот не то что там спустя рукава смотреться да какая там разница а уже сегодня мы должны протестовать любыми способами это ну это и старцы говорили что что надо бороться все равно протестовать потому что ну а как если не мы оттянуть это время как можно дальше кто это еще сделать сейчас европу возьми там америку да европа она уже вся с этими электронными картами то есть люди там безропотно принимают одна россия противостоять то уж люди мало мальские научены ну хотя бы на пять на десять лет может быть отдалить приход антихристов хотя бы ради детей может кто-то еще спасется конечно противостоять надо и не только сами но и надо пропаганду вести хоть какую-то и в интернете везде рассказывать о том что противостояли конечно они же тянут встреча патриарха это же это глобализация мира это глобализация в чем чипирование им надо прочипировать безземной шар вот основная задача стоит а все остальное то что он там про христиан всего мира это басни которыми детишек кормит малолетних да ну вот знаете я удивлялся и до сих пор удивляюсь тому как вот люди ну вот у меня мать допустим да она мне сорок восьмого года я сам восемь четвертого то есть мне 32 и сейчас 67 так получается ну как бы женщина неглупая стихи там пишется такое вот но до последнего ходила как бы и то есть поминала и говорил что ты что-то отверху отверху верман это враг вообще православие посмотри что он творит что он творит и что что вот короче пока уже не ткнул и конкретно лицом пока то есть уже не начал просто вот уже и молился и просил и так и сяк в общем вроде начала прозревать но все равно как то вот то поколение я не знаю что это где где на каком уровне вот это происходит но это честно для меня вопрос то есть я не знаю то есть когда идет поминание его у чаши да когда с дискоса в потерь с телом кладут или частичку за патриарха уже патриарха или когда это происходит то есть нами телевизор тоже не смотрит радио и сейчас это радонеж гадонеж его называю его перекрыл тактики димитрия смирнова там и прочее такую чушь несут ну защищают понятно всех этих еридиков я уже слушать это не могу я раньше через интернет я как бы разрешал а сейчас я запрет поставил на роутере и все она как бы интернет может но туда не может ходить в общем как бы источников так сказать зомбирование у нее нет но при этом она вот до последнего в это все как бы так вот верила искренне довольно выбор конечно я не знаю насильно ставить такой вот на пред выбор конечно человек или свободу должна быть в первую очередь вот человек то найдет пути где ей услышите или узнать об этом да согласен она стала другое там именно радио которое радио волнах так сказать прием осуществляет но я и там тоже пора сказал после этого она прекратила как боже не стала хоть и искать но я уж думаю просто это как привычка что было или что в любом случае я у меня несколько вариантов почему с людьми такое происходит вот то есть или это духовный и техногенное какое-то воздействие там я не знаю через что там через эти вышки сотовый или через что то есть это подавление воли я не знаю оболванивание не знаю идет испокон веков христос как надолго что людей больше возлюбили тьму нежели свет люди любят земное духовному не помышляют да они просто система ценности неправильно выстроена истинного блага не познали и стремятся за иллюзорными всякими вещичками которые как и тело которые их используют она умрет рано или поздно скорее рано и никого не не будут нужны эти штучки и дрючки а душа тоже будет ну и писание об этом говорит что никто не имеет власти над душой человеческой кроме духа живущего если тебе дух не христов живет два вида дух или христов или антихристов дух если нет христового духа то конечно и вышки на тебя будут влиять и все если у тебя нет христового духа и подавлять эмоции твоей воли будут конечно они ну я не верю в это тоже вот в эти как его назвать не знаю в магнитизм вот в этот который сейчас и 25 кадр и нервистическое программирование и все конечно все работает а как иначе ну а как вы как видеть вот людей которые оправдываются все это да вот и вроде говоришь но вот приводишь аргументы такие святых отцов да которые противостояли против католической ереси да ну отцы которым вы на основе которых вы сейчас и веруете да и человек все равно упирается нет вот патриарха а почему патриарха а вот потому что с путиным у них все там так вот человек описи все объясняет я выстрел ролик сейчас вот этот но если для нее авторитет вот как его монах рафаил берестов он же что говорят что сказал вот недавние его последние точнее комментарии он будет что кирилл гудяев предал православие как и стал он предатель я как бы в этом не сомневался уже давно на самом деле еще до того как он поехал на кубу все это подписывать и прочее потому что узнал эти его делишки всегда и отец владимир тоже там рассказывал о вашу патриархию что там происходит санкт-петербургского кстати вот интересный забор на такой момент этот храм у нас в колпино вознесение господня и там его настоятель сейчас такой серафим салагуб так вот он тоже выкормыш ротовский как бы уротова сидел на коленочках играл с его бородой но видимо как некоторый год доигрался я вот по-своему момент какой точка выхода уже окончательно это вот дождаться сейчас вот этого собора их волчьего да вот и я думаю господь воздвигнет вот уже пять таких вот епископов два то уже есть митрополита которые выступили против а если будет пятеро то они могут уже предать гудеева анафиме и это все обозначится и мы можем мы уже не имеем право просто причащаться в этих храмах потому что там будет приноситься жертва сатане да и вот я еще как бы события очень так стремительно развивается вот у меня знакомый как я считал братом во христе ну такой своеобразный человек как бы начитанный да знает там писание знает отцов но таскать эти знания на мой взгляд его как-то то есть обменом что ли сделали каким-то я не знаю мы вот мы тоже не мы общались он говорит игры слушать ты вообще видел что-то нравится спасителя на пасху происходил в этом году или там католики прям открыто молились а потом еще по моему не причащались сзади там кадр был виден но плохо он это чего ничего страшного не вид католики не мешают молиться храме я понимаю там если кто-то католичка зашла какая-то там по гражданке да как я говорю ну то есть он в армии не служил слушали но ее не видно католичка на или нет только если она креститься будут слева направо там как-то непонятно да не не по православному а так-то не видно а там ксензы своих облачениях стоят на службе положено службу-то вообще останавливать когда еретик находится на литургии верных не должно его быть оглашенных не должно быть а тут еретик стоит на литургии верных это как внутри храма самого и это нормально не мешает молиться надо все писанием подтверждать надо просто показывать допустим что нам говорит евангелие да что дом не принимайте то не приносит учение вашего то и не принимайте не приветствуйте таковы тут уже конечно но само присутствие уже как говорится противоречит нашему уставу мы берем нашу как он просто не может быть тоже не может такого быть конечно они сейчас лёгих по оправду и люди пойдут большей части людей и причем и пойдут и верные модели и совершается как раз в подписании то когда сказано что он придется соблазнить и простите возможно избранных конечно люди людям ну как приятно живет последние 10 лет туда насколько всем было так но не всем уж что ты жаловался да ну по крайней мере таких лет у россии я думаю вот последние сто лет не было вот какие мы прожили те кто знают помнит 90-е годы уж сравнить двухтысячными это вообще не знаю рай был наверное в россии ну по плоти опять же по плоти и по плоти конечно люди только этому привыкли и все они уже боятся потерять эту свободу причем причем видит вот президенте такие перспективы возможно какие-то на будущих сейчас обрадовании вот россии сейчас царь все такое нам бодрствовать надо да да всем прославление господа господь сказал что сократить время ради избран да это кстати чувствуется даже вот я с детьми ну как детьми минут не младенцами конечно раньше я думал что это как бы с возрастом связано ли с работы или еще что-то эти маленькие дети относительно тоже чувствует ускорение времени то есть течение времени вот сейчас это все равно секунду показывают тоже минуту час течение времени измена мироощущение наверное другое ощущение реальности человеке я со многими тоже не общаюсь но я и сам это замечаю очень отчетливо что все быстрее быстрее день проходит но вот не успевали ничего делать день как час день как час час как минут некоторые не видят да но многие замечают вот я просто еще вот один момент такой был ну как бы стараюсь не всем это рассказывать потому что ну и даже православный за сказать потому что некоторые говорят что вот это при в прелести там веришь но вот за всю свою жизнь меня таких слов было все три раза и вот как бы ну не буду в подробности как бы вдаваться конкретно с самого сна но там было показано мне что каким образом будет внедряться вот электронный паспорт или что или печать антихриста то есть будут по миру по столицам ну по странам устроены теракты и спецслужбы там милиция полиция кто там где кто вот говорит что а вот террористы вот и чтобы определить и найти террористов вот нужно чтобы все приняли чип или паспорт и мы тогда увидим то хороший человек это плохой вот но самое главное что это будет сделано искусственно вот и как бы именно страхом первая вот эта волна будет именно на страхе а потом уже отмена денег наличных еще что-то а первое именно будет как бы страхом так и будет я читал об этом уже сколько лет 13 назад вот люди такие писали не знаю что это вообще я познакомился впервые вот тогда в интернете с этим вот и была вся программа это прописано то есть вот как это будет вот что это из себя будет представлять тогда еще не и никто не знал какие чипы там или что я не знаю вообще откуда это статья делается я еще 13 лет начал говорить об этом о людях не 13 12 лет на нет даже 11 а люди у виск округлили ты че больно о чем ты говоришь а я тут читал эту статью не так она засела и вот как раз там было описано что да через медицину и вот через вот такой такие военные ситуации ну точнее точнее не военный там было написано искоренить преступность вот для того чтобы побороть преступность да вот они с радостью на это пойдут потому что конечно мучить будут так пугать пугать страх уже а уже в этом году еще зимой я видел в общем на некоторых предприятиях говорил человек какой-то уже предупреждают на больших на крупных предприятиях людей чтобы улучшить вот ну гражданской безопасности такой чтобы уже люди как бы и оружие закупали потому что планируется на это лето теракты по крупным городам вот я не знаю откуда эта информация что он конечно взорвать будет что должны делать ну да вот вот видел как были вот столицы но просто так было показано почему-то столица там как бы до замечательности там лондон этот биг бен париж это эфелева башни там еще каково справедливости столиц мира там камбера этот театр в австралии столица забыл ну неважно вот то есть там как бы именно чтобы это было по сми по телевизору все это показано с ужасом с паникой вот вот нам господь сказал не ужасайтесь вот и во всему этому не длежит быть вот нам что же за ужасом нам радоваться надо ну да ну да мы мы четко знаем программу после войны придет антихрист да его власти будет попущено три с половиной года а за ним Христос вот нам уже нам уже просто считать легко будет тогда вот после войны четко война по предсказаниям быстро и говорят будет а а там мы до Христа уже недалеко да да ради награды вечности сейчас я не знаю больше задачи не может быть вообще в нашей жизни это да главное именно как вот слово вера да это же доверие богу тоже дать доверие его воле конечно если бог это сказал развел нарушить слово свои да и вот сердце все мысли предать его волю и тогда уже ничего не страшно ничего ты не будешь бояться не сомневаться да не сомневаться и все поменьше бояться вот сейчас я смотрю Алексей Морозов священник священник я не понял питерский он ваш да 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 вот да питерский смело то говорит сейчас да в блоге начал там рассказывать и и он уже призывает не молчить к этой информации не молчать не скрывать ничего рассказывать но если она действительно достоверная информация еще вот тоже как бы ну лично у меня недоумение вызывает я на работе как-то пытаюсь людям говорить что нельзя этого принимать вот и сразу находится оправдание как же дети там как детей кормить как то все я ему говорил вы понимаете вот вы это возьмете вы накормите ребенка своего себя то есть ну пройдет там какое-то время а потом ваш ребенок вместе с вами в ад пойдет и что от этого будет легче они не понимают они смотрят и думают о дурак какой-то какой-то ад что-то рассказывает то есть веры за гроб то есть духовный мир абсолютно никакой нет вообще то есть это на уровне сказок у них все с такими два раза сказать можно а потом уже отходить уже и не общаться зачем если видно человека и одного я вижу если не принимает человек я поначалу много говорил а сейчас если приходит кто ко мне то я уже и не говорю ничего а потому что закрыт человек да вот тоже я нет вопрос то есть сейчас уже не так конечно сильно но по началу когда младше был меня это вопрос тревожил беспокоил думаю вот слышали наверное что не помню чего это но смысл в том что количество спасенных людей будет примерно равняться количество павших ангелов не слышали такое это есть да ну как бы и вопрос такой сразу возник но для кого-то закрыто это ж не бог его закрыл это ж он сам закрылся конечно вот то есть предопределение нет но вот апостола павла есть там слова такие что предузнал вас предузнал ну как это предузнал потом вроде как понял что это все таки господь который вне времени находится это мы своими как бы ну мозгами человеческими да там мыслью умом пытаемся понять как рыбы плавающие в реке что было до этого и что будет как бы перед вот а господь он на берегу стоит смотрит и видит это все в разум вот но при этом рыба сама выбирает куда это влево вправо пойти на мель там как-то сесть или еще что-то то есть он ее не трогает вот он видит просто я так это представляю у большинства людей ну я не знаю насколько у большинства по крайней мере у меня было много раз в жизни такое ну это французы называют дежавю да вот у тебя такой вроде сделать шаг и у тебя как видение перед глазами что не надо ты понимаешь четко что не надо этот шаг делать у тебя ведь чувство такое что это и ты все равно его делаешь этот шаг вот 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 что христос видит но он он не вмешивается абсолютно он а как ну он же дает нам полную свободу да это то есть мы пытаемся ну то есть я по крайней мере у меня такое было да вот что-то понять относительно бога ну так вот на себя потом сможешь со стороны думаешь ну вот ты же пытался впихнуть его свои какие-то рамки до понимания но это естественно чтобы тебе как-то понять но это невозможно понять как бы так как это есть на самом деле то есть господь как-то себя открывает в чем-то только в том насколько ты можешь это воспонять понять сейчас вот и конечно это удивительно надо просто пережить объяснять это словами очень трудно а господь делает вот такой отбор какой-то отсеп какой-то ну как говорит в писании что отец ищет себе таких именно ищет там же не сказано Христос говорил таких ищет себе Бог да да Бог есть дух и поклоняться нужно ему в духе истины именно таких поклонников ищет себе отец да вот он же он же ищет и видишь как написано то не то что он знает а он ищет да тоже интересно конечно да ну просто удивляюсь именно стремительности всего происходящего я когда вот именно 15 лет мне было пришел там антихристом какие-то предантихристов времена это еще не скоро там как а вот они уже тут вот у меня они уже вот события здесь есть такое ощущение что в это время все оно как как ужалось что ли как-то спрессовалась как-то вот я не знаю как это объяснить то есть ну да ну это только чувствует да причем вот я тоже заметил недавно совсем Христос когда вот говорил как мы можем узнать это время да но все равно вот я общаюсь с некоторыми священниками с людьми вот с некоторыми они говорят что нет возможно еще еще не конец возможно еще будет время какое-то но об этом времени как как Христос сказал он сказал когда услышите именно услышите о военных и военных слухах да а как раньше вот как как можно было услышать о многих слухах тогда вот информация доходила допустим от страны к стране ну там недели возможно месяцы уходили да а сегодня мы просто просыпаемся и мы можем слышать о многих катаклизмах каких-то войнах это же об этом тогда нельзя было наверное людям сказать что увидите многое поэтому он и сказал услышите да именно эти времена и настали ну вот да я вот еще по откровению хотел вот сказать что там же сказано что когда вот придут два пророка да или инох вот ну по поводу именно наблюдения за событиями всемирного вот сказано что зверь их убьет вот они в третий день воскреснут и все это увидят то есть во всем мире одновременно практически как это может быть в каком-то другом веке или то есть это вот телевидение то есть интернет телевидение оно вот вот оно пришло будет сохраняться несмотря на какие войны интернет будет сохраняться потому что по-любому на этом весь мир устроен то есть я у стерлигов недавно слушал как он рассказывает вести как войну сегодня удобно вести да и он говорит берешь воздушку простую идешь к этим столбам по тарелочкам расстрелял эти вот провода изоляторы изоляторы да и все и вся война закончилась то есть как страну допустим он говорит если с Турцией начнутся какие-то заварушки там вот чисто отключайте электроэнергию и все и вся война заканчивается помните такого Даниила Сысоева священник того убили в девятом году в храме вот пока вот то есть когда он еще жив был я слушал его толкование на откровение на богослово и слушал также сразу же практически после него Олега Стеняева вот и вот Олег Стеняев я вот сам потом перечитывал конкретные места вот более точно именно в техническом как-то плане описал вот саранчу то есть отец Даниил описывал как духовное нечто там какие-то бесы еще что-то а там вот чистой воды вертолет боевой описывается то есть самое главное что там допустим и шум отстрелив ее подобен тому как может только они бегут на войну именно так звучат лопасти вертолет ну по поводу всадников с бронями гиацинтами серными брони это танк вот то есть из хвостов выходила огонь дым и сера и этими тремиязовыми они вредили людям то есть танки вот конкретно описано но так как Иван Богослов был человеком первого века он именно как это видел так и описывал он не мог сказать хотя может и мог конечно я не знаю вот танк да там или вертолет вот он видел это так и как видел так и писал я вот так считаю я видел сон у меня был такой ну еще я не знаю лет тоже восемь назад я думаю пророческий высадку китайцам видел причем это не кто не кто-то а именно китайцы я это четко понимал вот эти вертолеты летели они они действительно как саранча вот как стаи вот мух или пчел как рои огромные они все небо застилали и вот из этих вертолетов убрасывали с веревки и оттуда вот они прям пачками и городнями такими эти китайцы высадку делали на землю да да ну у меня тоже были сны только почему-то я видел как у нас ну по крайней мере с нашей стороны нато заходит вот как бы видел именно буквы неви вот это у них военно-морская авиация неви вот черные такие на сером фоне и почему-то у нас танки меркава разъезжали еврейские по колпино думаю ну вообще интересно вот это было мне сколько лет 17 наверное где-то так давно ну так и будет конечно они же если начнут отрывать рассвету они одновременно начнут со всех сторон да а что там о Китае говорить они уж подзагадили все водоемы у них пресной воды не то что воды у них и воздуху дышать уже нечем вот настолько все почвы все они позагадили все у них кризис просто грядет а как людям надо жить да понять можно потом дефицит у них сегодня сколько двадцать миллионов мужчин опрещенных уже которые никогда не женятся да и что же эти мужчины будут сидеть конечно они пойдут завоевать эти женщины да да сказано же не надейтесь ни на сына ни на князя человеческого его не спасение в них он еще всяк человек ложь да мы сразу полицию гонимых должны ставить и все надо нас будут гнать убивать всячески неправильно злословить потому что мы христовы а как иначе в этом мы мы искать наоборот не то что искать а как бы радоваться в этом должны если если меня гонит злословит получается не крестов да если все в порядке то что-то нет не то да меня вот вот эта вся хрень по-другому назвать не могу ну вот эти вот паспорт у меня есть но это еще было сколько десять лет назад я когда работаю я вообще семнадцать лет как бы получается но не считая армии там два года но не тоже в стаж пошла то есть вот считая работаю с 2001 года непрерывный стаж не считает выпусков и вот тогда у меня уже было ИНН то есть это уже очень много и вот думаю часто по-моему уже не как нереально с него слезть то есть он все равно где-то там будет висеть правильно правильно вот то есть если бы допустим ИН и ННД ну это я так рассуждаю отлично или паспорт было бы достаточно для того чтобы человека допустим в ад отправить да то что париться то что деньги тратить на чипы там на биометрические паспорта уже все как бы дело сделано то есть понятно что это ступень то есть с другой стороны да может сказать что это ступень вот сначала потихонечку это возьмите это возьмите это возьмите это вам в придачу это до кучи но ты чип еще да может быть вот но если допустим например кто-то на каком-то этапе понял что ему это не надо вот все равно же нужно каким-то образом его заставить это принять так или иначе то есть лишить работы там лишить ну вообще в принципе наличных денег я думаю что сам чип как устройство оно не доведено еще до конца до совершенства до своего вот они сейчас я думаю время то еще осталось для того чтобы они более совершенные устройства через которые чип то он сделал он я не знаю несколько десятков лет назад изобретен то уже это как бы старое устройство вот а они я думаю ну гораздо что-то будут поинтереснее там на уровне нанотехнологии что-то подготовить я видел вот в том сне своем который вот про начертание про вот эти катаклизмы как бы комната такая полумрачная что-то наподобие медицинского кабинета и там какой-то цилиндрический такой стоит прибор что-то наподобие лазера я вижу из него зеленый луч выходит и почему-то вот во сне понимаю то есть мне как-то ну как вот зрение увеличивает какую-то картинку ближе 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 потом как бы микроскоп там на клеточном уровне там еще ниже и я вижу что вот этот лазер он меняет днк человека то есть на днк пишет информацию то есть не просто там что-то да там татуировка там еще что-то он именно на днк то есть на уровне днк меняет информацию что он там пишет я не знаю но вот это начертание на днк мне кажется оно и будет тем начертанием вот вот это уже похоже потому что есть сейчас такие ну мне интересно показалось вот человек один говорит что он сам антикрист он будет получеловек вот именно тем он будет к чему сейчас стремятся все технологии делать киборга такого да получеловек полуробота полумашина вот и он сказал этот человек он говорит мне это прям близко что он он именно такой будет что это это именно его будет и люди вот именно подражая ему будут принимать его же образ именно становиться они будут хотеть стать такими ну это же сейчас уже видно вот допустим изобретение новый гаджет там какие-то очки вот к примеру одеваешь да очки вот и видишь там в них уже целый мир новый вот а это будет внутри тебя внутри человека то есть тебе никуда не надо больше идти на ходу играть там в игру какой-то участвовать какой-то интересной деятельности да и все это будет внутри тебя происходить мир будет можешь одной мыслью изменить состояние или мир целый изменить перед собой именно вот это должно быть от этого это будет настолько захватывающе интересно что человек не сможет отказаться более глядя на сегодняшний мир насколько люди захвачены вот этими гаджетами технологиями всем людям люди с радостью эту приведу они будут хотеть этого да сейчас уже это кстати вот практикуется человек компьютер то есть виртуальная реальность не через глаза да то есть через сетчатку глаза а прям зрительный нерв мозг на кору на кору зрительную подается импульс электрический возбуждается определенным образом даже не надо там сверлить черепушку там еще что-то через череп а потом это будет да внутри уже да я думаю они уже есть технологии да может быть еще как бы ну вот как ее фамилия вот как же головой вылетела царева царева да она вот в одной фильме-то уже показывал это парень-то казах по-моему он да 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 подписал контракт им управляют на нем на нем тестируют вот эти программы все да да это и будет и это это как новые как вошел я помню сотовый телефон быстро это разошлось буквально вот за считанные годы два-три года все весь мир все весь мир с телефонами также а это еще стримите не будет потому что это будет дешево и доступно да да просто если нам ну я имею ввиду людям показывают в интернете или еще как-то уже эти технологии показывают то то что не показывает насколько она шагнула вперед эти же все высокочастотная связь это было военных сначала все сначала к ним все попадает все эти технологические разработки попадают к ним и космическая отрасль а потом уже на гражданку перед перелезают плавно вот если гражданским сейчас обычным людям показывают такое то что что у них есть то что они не показывают то есть видимо сатана дает через весов опять же какие-то знания то есть они же тоже как мы ну понятно что ну тело там да белковая основа белковая углеродов конечно в итоге кости кальций они еще это тоже состоят какие-то энергии но которые мы не можем так вот увидеть по крайней мере не всегда но я их видел этих тварей четыре раза в жизни ну как-то больше не хочется вот ну то есть дает знание этим ученым в кавычках как вот эту нечисть сюда уже через технологические приспособления аппараты частоты воскрытый доступ сказать впустить в открытую дверь вполне возможно конечно а мир тоже подготовлю добрый десятый инопланетяне к нам да инопланетяне я это видел серые зеленые да да я видел это в детстве я никак не мог понять до последнего времени последнего года наверно я помнил эти сны хорошо вот я выхожу у меня что-то такое неприятное то есть когда чувствую что во сне бесы нападают то есть я начинаю сразу молиться как крестное знамение на себя ну пытаюсь во сне наложить с усом молитву и вот неприятное чувство такое то есть страх сковывающий такой и вот я это чувствую выхожу на балкон у себя вот и вижу что какое-то инопланетное вторжение идет именно чувство такое вот именно когда как при нападении бесов то есть это именно будет выставлено как какое-то инопланетное вторжение вот видимое и бесы там будут играть так сказать в первых ролях я так думаю будет конечно будет ну а каким образом будут люди переходить из этой жизни вечно именно этим образом и будет что тот мир он посоединится с этим то есть каким образом христос придет уже не в этом теле то а придет именно таким какой каким он уходил каким он сейчас есть в том мире а придет он как так что мир духовный откроется да да все изменится да все изменится и причем и при попущении господним господь попустит этому изменению и мы приготовимся тогда уже невозможно будет сказать что я не знал потому что ну все уже на сегодня все не знают все предупреждены да просто как бы люди ну мне кажется не понимают одной простой вещи что жизнь и смерть она в руках божьих и ты можешь пойти вот совершенно здоровый человек у тебя там аневризма какая-нибудь в голове лопнет упадешь и все вот твоя жизнь кончилась вот то есть а люди в это не верят как опять человек ну это и правомерно в принципе конечно человек бессмертный да поэтому человек так и кажется но у меня опыт когда был да умирание вот я когда душа из тела вышла но я же не понял этого вот многим людям рассказывали я говорю ну почему вот написано в евангелии да истяжут душу твою вот это самое страшное когда бесы вырывают душу вот и человек не успевает увидеть свое тело после смерти то есть он попадая в ад он не может понять что он умер вот и многие находятся в таком состоянии что они они не верят тому что они умерли я это на себе испытал когда вышла душа из тела я не увидел разницы ну как разница была конечно существенная такая ощущение но поверить в это невозможно что ты умер как я умер я вот он я существую я могу трогать себя у меня есть голова руки ноги как я умер это не укладывается поэтому сегодня каждый человек душа чувствует то что смерти не может быть я не могу умереть это не может уложиться в голове да вот опять же забыл сейчас он дьяконом служит где-то у нас по-моему в Александрово-Ленинской лавре в общем дядечка вот он тоже опыт свое умирание рассказывал и мне очень понравилось его описание тела и мозга вот то есть что это ну в простых вещах что это как бы на самом деле вот он так говорил что тело это скафандр определенные как бы для взаимодействия с этим миром материальным а мозг это хорошо настроенный прием и передатчик который воспринимает да воспринимает как бы ощущение этого мира и несет их в душу через глаза через ощущение через слух и также наоборот душа посылает в мозг сигналы которые управляют там голосовыми связками допустим да или мышцами там лица рук еще чего-то и выражают какие-то эмоции которые в душе возникают человечестве вот я с такими учеными одно время как на форумах тоже сражался и вы не дурите людей но они объясняют как бы все через мозг все ощущения у людей через мозг сегодня на брейдерже в интернете человек без мозга да есть люди у которых вообще треть мозга то есть одна затылочная часть мозга и он живет абсолютно здоровой нормальной жизнью размышляет думает он чем думает он мозгом думает что ли которого нет у него да видел я видел сам в девяносто седьмом году в Польше был я видел человека половины лица у него нет вот как бы я не помню сейчас какой же а левой части мозга у него совсем нет потому что нет половины головы вот так человек шел по рынку смотрел выбирал какие-то себе вещи там абсолютно здоровый нормальный человек и что и как это и как это под их объяснение можно уместить когда они когда они объясняют всю вот процесс умирания да когда человек умирает там он клетки какие-то и поведение а чему если нету этих клеток чему чему умирать да вот они сами себе противоречат вот или по заказу как-то работает чтобы люди думали что они такого филологической оболочи которые нужно там кормить поить там удовлетворять как-то наслаждать душе чтобы не думали вот душа то это главное вот то есть евангелие христос постоянно тоже говорит что не бойтесь убивающих тел сергей он объясняет ну таким учеными причем методами объясняет всю функциональность мозга что он понимает реально что мозг человека умирает после шести минут кислородного голодания да у меня есть четыре свидетеля которые могут подтвердить что я был мертв больше двадцати минут ну чисто чисто по его размышлению могу ли я думать или говорить даже или как я не знаю звуки произносить или моргать там смотреть могу я вообще как как по его рассуждениям никак там все уже мозг уже должен был верить полностью и все восприятие никаких не должно было быть по его рассуждению это бедные люди которые вас не верят потому что они они сами себя заключают ну даже если так говорить по-мирски да в невыгодное положение ну что ты потеряешь если нет ничего за гробом да ну умер и умер и все ну каково будет отчаяние да если там действительно что-то существует а ты все время боролся с этим да но это же это же первая мысль которая только приходит когда ты начинаешь протестовать или что-то доказывает свое там да что что люди хотят этим доказать ну доказывать что бога нет ты доказываешь ну что ты получаешь от этого удовлетворение какое-то или ты умнее становишься или сильнее ты становишься что ты получаешь доказывая что нет бога это гордыня гордыня просто по мне так или какая-то глупость вот потому что если человек допустим позиционирует себя как-то как ученый как знаток еще чего-то вот и вот взгляни на небо взгляни допустим на солнце и луну они же настолько пропорциональны уменьшение размера луна относительно солнца насколько они друг равно от друга удалены и при затмении они полностью ровно перекрывают друг другу но ты вот такие вот массы расположи с такой точностью случайно чтобы вот происходило вот именно так ну и примеров много таких в природе они оправдывают это миллиарды миллиарды да не может быть там если высчитать даже математические соотношения оно там не то что миллиарды триллионный насколько то там вот и они будут говорить триллионы они тебе сколько угодно цифру ради ради чего просто они не знают кто такой Господь когда взираю я на небеса твои дело твоих перстов на луну и звезды которые ты поставил то что есть человек что ты помнишь его и сын человеческий что ты посещаешь его немного ты умолил его пред ангелами славою и честью увенчал его поставил его владыкою над делами рук твоих все положил под ноги его овец и волов всех и так же полевых зверей птиц небесных и рыб морских все приходящие морскими стезями господи боже наш как величественно имя твое его по всей земле твое 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 твое